Добрый вечер! Дома симферопольцев постепенно возвращается тепло, а детские сады должны открыться уже в понедельник. Как профильные службы исправляют ситуацию? Если посмотреть на термометры дальнего ЦТП, сегодня уже теплоноситель подается во все дома. Дома симферополя В России планируют упростить порядок регистрации прав граждан на гаражи и земельные участки, на которых они располагаются. Соответствующий законопроект внесен в российское законодательство. Об этом сообщает сайт Росреестра. Владельцы недвижимости наконец-то смогут узаконить свои права и значительно упроститься процесс оформления построек в собственность. По нормам нового законопроекта граждане смогут оформить права на гаражи и землю под ними по документам, подтверждающим длительное добросовестное использование объекта, выплату пая в гаражном кооперативе, ранее полученное разрешение о распределении гаража, а также по квитанциям, подтверждающим оплату эксплуатационных расходов. К тому же регионам даются полномочия по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят получить право и на землю под гаражом. Если законопроект примут, то он вступит в силу в следующем году. Жители сразу восьми поселков возле Зуи практически полностью лишились доступа к детскому саду, аптекам и больнице из-за трассы Таврида. Еще в сентябре мы рассказывали, какие сложности вызывают у людей подобная изоляция от цивилизации. Сегодня, чтобы разобраться в ситуации, к местным жителям приехал руководитель общественного совета крымского Минтранса. По его словам, проблема может решиться уже через год. По эту сторону трассы Таврида находятся 8 населенных пунктов, порядка 10 тысяч человек. Каждого из них четырехполосная транспортная жила практически полностью отрезала от детского сада, поликлиники и аптек. Здесь лишь пара магазинов и школа, все остальное в Зуе. Вроде бы и через дорогу, но так далеко. Казалось бы, всего 10 метров, но это расстояние занимает час, а то и больше. Все дело в том, что людям приходится пешком добираться до ближайшей остановки 5 километров, а затем садиться на автобус и ехать снова сюда. И это лишь для того, чтобы отдать ребенка в детский сад, сходить в аптеку или получить справку из поликлиники. Разумеется, все не настолько плохо. Есть и альтернативные способы пересечь Тавриду, которые можно смело сравнить с Берлинской стеной. Вот только после окончания строительства трассы эти способы больше не будут доступны. Людям проще и безопаснее устраивать утренние променады по пока еще закрытым полосам главной транспортной жилы Крыма. Для людей, конечно, предусмотрели временный пешеходный переход, однако пользоваться им, по сути, невозможно, потому что только перейдя, они оказываются на строительной площадке. И чтобы добраться до ближайшего тротуара, нужно буквально пересечь полосу препятствий. Одна из местных жительниц, 70-летняя Валентина Гусева, отчаялась настолько, что решила повторить подвиг молодых и попыталась пробраться по дренажной трубе под Тавридой. Однако ее идея потерпела крах. Здесь такая насыпь была, метра три вот такая. Я по ней не могла подняться. Я начала подниматься, у меня левая нога не сминается. И я полезла в ту трубу. Женщина пошла с детем, и я пошла. Ну, пусть метр по два я зашла, и у меня ногу суторга стянуло. И я сижу, никого нету, кричу, люди, помогите. Люди уже даже не просят. Они требуют, чтобы на Тавриде сделали пешеходный и автомобильный путепровод до Зуи. Это не прихоть 10 тысяч жителей, а жизненная необходимость. Поднимают ситуацию и в региональном Минтрансе, поэтому глава общественного совета ведомства встретился с людьми, чтобы найти способ решения проблемы. Пока еще не поздно. Вопрос решается, я считаю, своевременно, потому что строительство Таврида еще не закончено. На данный момент движение все-таки осуществляется напрямую, без лишнего перепробега. Поэтому сейчас самое время решать эту проблему до окончания строительства. Есть полгода. В эти месяцы Минтранс по просьбе общественного совета будет готовить документы и обоснования для строительства дополнительных объектов. Говорить более конкретно о том, что же появится здесь, пока нельзя. Однако уже сейчас очевидно, необходим пешеходный и автомобильный путепроводы. Иначе жители Литвиненково, Владимировки, Украинки, Новожиловки и других поселков рискуют остаться на задворках Крыма. Никита Егоров, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ, Белогорский район. Два крупных микрорайона Симферополя несколько суток были без тепла. Сегодня оно начинает постепенно возвращаться в квартиры горожан. Холодные батареи по-прежнему остаются в нескольких детских садах крымской столицы. Профильные службы обещают исправить ситуацию уже сегодня, чтобы в понедельник малыши могли пойти в родные стены детских садов. Тепло в дома Симферопольца перестало подаваться 11 февраля. Отключение электроэнергии в районе Москальца привело к остановке работы котельной на улице Фруктовая. После ее запуска произошел гидроудар. Как следствие, на теплотрассе на улице Сильвинского случилась утечка. В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства республики ситуацию обещали исправить еще вчера. Но жалобы от горожан продолжали поступать и сегодня. В первой половине дня в квартирах Симферопольца было по-прежнему холодно. Тепло начало возвращаться после обеда. После устранения аварии на Сильвинского большая работа легла на плечи мупов. Им нужно было провести так называемое развоздушивание домов в микрорайоне. Надо доводить все до конца. Вы знаете, это надо, во-первых, удалить воздух из системы. Воздух – это пробка. Она образуется, отрывается, значит, в то место, где устраняется авария. Естественно, вода уходит, образуется в этих трубах воздух. Потом водичка идет и толкается этот воздух вместе с водой. Ну и, естественно, уходят самые высшие точки. А самые высшие точки у нас дома. Очень много воздуха. Мы их развоздушиваем, то есть запускаем циркуляцию, чтобы это все было. Они включают дополнительные насосы и все остальное. Тогда это будет. Но это пусконаладка, так сказать, системы, чтобы она работала четко. В присутствии нашей съемочной группы профильные службы устраняли последнюю поломку на улице Ковыльная. Бойлерный представитель «Крымтеплокоммунэнерго» показывает термометр, стрелки которого уже успели достичь нужной отметки. Если посмотреть на термометры дальнего ЦТП, сегодня уже теплоноситель подается во все дома. Температура на подаче 70 градусов, на обратке где-то 50 градусов. В квартире у Лидии Николаевны тепло появилось еще вчера. Но вот в садике по соседству, куда ходят ее внучки-двойняшки, батареи остались холодными. Три дня мы на камине, и дети, и мы. Воды не было. Горячие, и батареи холодные. Сейчас как обстоит ситуация? Сейчас батареи хорошие во всех комнатах. Сестры Маша и Даша признаются, по садику уже успели соскучиться и в родные стены готовы вернуться хоть сейчас. Соскучились по садику? Да, я особенно по друзьям. В администрации Крымской столицы возобновить работу дошкольных учреждений планируют в понедельник. Дошкольные учреждения, которые находятся в микрорайоне Белла-Куна, это детский садик номер 40 и 21, Ковыльное, 14-й детский сад и улица Читова, 11-й детский сад. Тепло уже стало Крым-Теплокоммунэнерго подавать. Дошкольные учреждения будут функционировать в полном режиме с понедельника, 17-го числа. Подобная авария, когда без тепла симферопольцам пришлось находиться несколько суток, первая в этом отопительном сезоне. Жители Крымской столицы надеются, что подобное ЧП последнее. Оптимизма убавляет тот факт, что изношенность сетей в Крыму составляет 80%. Налоговая служба ищет способ вывести аренду жилья из тени. Выявлять неплательщиков помогут банки, которые начинают тестировать новую систему. Она по задумке должна доказать, что хозяин съемной квартиры действительно получает деньги, а не пускает бесплатно пожить якобы друзей и родственников. Сегодня практически единственный шанс налоговиков уличить человека в том, что он сдает жилье в аренду и при этом не отдает часть налога государству поймать на горячем. Новая система позволит регистрировать регулярные переводы на счет. Благодаря этому можно установить, что хозяин квартиры получил деньги за съем. Впрочем, специалисты считают, что финансовая слежка не самый эффективный инструмент, ведь арендатор может платить наличными. Значительная часть людей поступает именно так. Наказание за игнорирование налогов тем временем довольно суровое. Если уклоняться от их уплаты более трех лет, либо накопить на 900 тысяч рублей, закон предусматривает до полумиллиона штрафа или до трех лет за решеткой. А мы продолжаем выпуск. Не пропустите во второй части. Дети с ограниченными возможностями здоровья их родителей примут участие в инклюзивном фестивале, посвященном Масленице. Масленица – это чай, это блины, это веселье, потешки, частушки, будут конкурсы. В цветочных хиосках ажиотаж, полки магазинов ломятся от изобилия праздничной атрибутики. В крымской столице пары готовы порадовать своих половинок в День Святого Валентина. Подарки дарю, гуляю часто, дарю разные приятные вещи, да и вообще всем, чем только могу. Все, что в моих силах делаю, стараюсь. Очередной пьяный водитель на крымских дорогах и ночная погоня сотрудников ГИБДД. В Нижнегорском районе представители патрульно-постовой службы обратили внимание на автомобиль «Фольксваген», передвижение которого указывало на то, что за рулем может находиться нетрезвый автолюбитель. Требования полицейских остановить авто водитель проигнорировал. Вместо этого прибавил скорость и попытался скрыться. Началась погоня. По трассе нарушитель доехал до ближайшего села, где и удалось остановить машину. Водитель был настолько пьян, что с трудом удерживался в кресле автомобиля. Он не мог произнести ни слова, но при этом отказался от прохождения освидетельствования на наличие алкоголя. Как оказалось, ранее данный водитель уже привлекался к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Согласно действующему законодательству, гражданину может грозить административный штраф размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. За рулем транспортного средства оказался 40-летний житель Нижнегорского района. От прохождения освидетельствования на наличие алкоголя гражданин ответил отказом. В отношении него сотрудниками ОГИБДД и ОМВД России по Нижнегорскому району был составлен ряд административных материалов. Водителя отстранили от управления транспортным средством. Автомобиль был направлен на штрафстоянку. Двое граждан Украины в результате незаконных раскопок вблизи пещерного города Бакла в Ахчисарайском районе нашли исторические артефакты. У так называемых черных копателей изъяли около 400 предметов, которые, по заключению специалистов, представляют особую культурную ценность. В доме у искателей сокровищ правоохранители выявили бронзовые наконечники стрел, датируемые IV веком до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны, элементы одежды и украшений. В отношении похитителей возбуждено уголовное дело по статье «Незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания группой лиц по предварительному сговору». Привлечь внимание общественности к проблемам людей с особыми потребностями и поспособствовать социализации семей с детьми-инвалидами. Такую цель ставят перед собой организаторы инклюзивного фестиваля, посвященного Масленице. Площадку обещают сделать доступной для людей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник пройдет в первый день весны в Бахчисарайском районе. В Крыму, несмотря на ряд программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, малыши и их родители остаются один на один со своими проблемами. Детей с инвалидностью готовы принять далеко не во все школы. Очереди в санатории, где можно получить реабилитацию, достигают несколько тысяч человек. Городская инфраструктура для людей-инвалидов приспособлена только в центральной части Крымской столицы. Общественные организации, помогающие таким людям, признаются, программы для улучшения жизни людей с ограниченными возможностями здоровья существуют, но на практике работают лишь единицы. А вот при создании новых спортивных комплексов потребности людей с инвалидностью учитывают еще в процессе проектных работ. Программы есть, да, есть, я так понимаю, даже не федеральные программы, и ведутся, например, новые строящиеся объекты, да, спортивные, мы сейчас активно взаимодействуем с Министерством спорта, они уже строятся с учетом и с, скажем так, с прицелом на то, что туда будут ходить дети с проблемами, с особыми потребностями здоровья. Все, что новое строится, оно строится по программе доступной среды. Остро стоит и вопрос трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Предприятий, желающих принять их на работу, можно пересчитать по пальцам. Да и оказывать благотворительную помощь готовы немногие. Несмотря на это, в общественной организации РОС все же пытаются разнообразить будние дни таких людей. Летом дети и их родители посещают экскурсии. Совсем скоро пройдет и еще одно важное мероприятие, в котором смогут принять участие люди-инвалиды. 1 марта в Вахчисарайском районе отметят масленицу. В программе ряд конкурсов обязательно с сохранением традиций праздника. Масленица – это чай, это блины, это веселье, потешки, частушки. Будут конкурсы, перетягивание канатов, как же без них. Это обычный, скажем так, сценарий с сожжением чучела, изготовление. У нас в прошлом году проходила масленица, изготовили наши семьи чучел масленичек, которые должны были целый год хранить. В этом году они будут опять их изготавливать, а прошлогодних зажигать. Это такие вот своеобразные обычаи. Это все весело, задорно. Формат фестиваля – семейный. Дети смогут попробовать свои силы в творчестве. Для них будут организованы мастер-классы от Палаты народных художественных промыслов и ремесел Крыма. Подделки, которые дети сделают своими руками, оставят себе на память. Вход на мероприятие свободный. Мария Моссур, Артур Хороший, Служба новостей и ТВ. Сотрудники Севастопольского оперативного штаба ФСБ провели учения на вокзале города Героя. Согласно легенде тренировки в поезде «Севастополь-Санкт-Петербург» террористы заложили взрывчатку с отравляющими веществами. Оперативники начали работу по ликвидации чрезвычайной ситуации с оцепления территории вокзала, эвакуации посетителей и персонала из здания вокзала, а также пассажиров поезда. Для поиска и разминирования взрывчатки специалисты использовали радиоуправляемого робота на гусеничном ходу. На случай, если террористы поместили в бомбу отравляющие вещества, поезд обработали особым составом, а также взяли пробы. В учениях вместе с сотрудниками Федеральной службы безопасности участвовали полицейские, бойцы Росгвардии, МЧС и других ведомств. День Святого Валентина Многие считают, что День Святого Валентина придумали продавцы мягких игрушек и флористы, чтобы влюбленные скупали их товар. Это утверждение подтверждает и удручающая статистика. В России, по данным Центра изучения общественного мнения, этот праздник отмечает лишь 27% населения. Однако жители Крымской столицы не упускают возможности еще раз напомнить своей половинке о чувствах. Подарки дарю, гуляю часто, говорю разные приятные вещи, да и вообще всем, чем только могу. Все, что в моих силах делаю, стараюсь. Когда есть любимый человек, это уже сюрприз, это уже счастье. Поэтому подарки – это не важно, самое главное – внимание и понимание. Я думаю, это важно. Цветы, романтика, свечи. Там посмотрим, ближе к вечеру. Влюбленные крымчане стремятся творчески подходить к выбору подарка на праздник. Цветы в декоративных коробочках, огромные воздушные шары и яркие открытки. Эти вещи со скоростью света сметают в прилавках для самых близких. Всех хотят поздравить. И маму. Всех же любят. И деток, даже своих дочечек, сестричек. Многие дарят смартфоны, шубы и даже автомобили. Все зависит от желания и толщины кошелька. Но одно известно точно – в День Святого Валентина главный праздник – это любовь, забота и внимание, о котором так мечтают женщины. Анна Беляева, Артур Добряков, Служба новостей и ТВ. На сегодня это все новости. В студии для вас работал Тарас Брезицкий. Желаю вам приятных выходных и всего самого хорошего. Будьте здоровы и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok